Чтение святого Евангелия 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 Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Иисусу Христу, воскресшему нашему Господу, Богу и Спасителю! Да, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я рад всем вас приветствовать! Дорогие братья и сестры католики, а также православные, протестанты, мы уже сегодня, помните, что они пришли в христиане разных динаминаций сюда в гостюм. Я имею честь быть гостем вашего города, благословенного города Николаева. И в эти дни я провожу семинар здесь, в истории христианства. И вчера я предложил христиан, пришедших на этот семинар, именно как раз на благослуживание, разделить воскресную радость вместе с братьями, которые мы здесь, в костюме. Слава Иисусу Христу, нашему Господу! И это очень хорошо, когда мы вместе, очень, думаю, прекрасно, когда мы, христиане разных традиций, разных некоторых обычаев, доктрин, но вместе, после Иисуса Христа нашего Спасителя, вместе, окременно родной полкой, соединяемся в молитве. Тем более, Пасха – это как раз время, думаю, наиболее раз близкое к нам, христианам всем, независимо от наших традиций. Я, пожалуйста, знаю римскую традицию, я знаю немного, значит, основное благослужение местное, католическое, но есть элементы похожие на православное благослужение, есть элементы, которые разница, отличаются, но самое главное, что Бог будет тот же самый – Дух Христов. Потому что написано, что кто Духа Христова не имеет, тот и не Бог. Это самое основное, самое главное. И когда мы говорим, что Христос воскрес, в православной традиции, Пасха в нем немного похожа, но самое главное, как Серафим Заровский, один из людей, мы многим, даже как роликам известны, потом мы говорим, что Христос воскрес, радостно я. Он говорил и этом, и зимой, и весной, и осенью, и некоторые говорили, вот что так старик. Наверное, он забыл, наверное, он уже старый в поры, но он говорил, а Христос будет все равно воскрес. И он делился этой пасхальной радостью. И сегодня, пусть Христос воскресший, Он действительно благословит нас своим воскресением. Благословит нас. Он сказал, я хочу вспомнить не только прочитанное сейчас в роли из Евангелия Иоанна, но также, если на Евангелии Иоанна, хочу вспомнить одиннадцатый год, двадцать пятый стих, где сказано самим Иисусом Христовым, я есть воскресенье. А то и из его нашего Господа воскресенье. А дальше он говорит, и жизнь. И он дальше говорит, и верующий в меня даже в Господу ошнет. И на самом деле Господь наш, есть воскресенье и жизнь наша. И каждый христианин, независимо от деноминации, независимо от конфессии, если он действительно христианин, то это человек, переживший встречу с воскресшим Христом, с воскресшим живым Богом. Ученики, они порой недопонимали некоторые вещи тогда. От них уже было закрыто, написано, не знали еще и сказали, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Но сегодня мы знаем, что так надлежало, что надлежало Христу пострадать, надлежало Христу воскреснуть из мертвых. И это основа нашего вероучения, основа нашей жизни. Потому что, как сказано было также в предыдущем послании, что если мы воскресли за Христом, то и жить будем с Ним, и ходить в обновленной жизни. Друзья мои, дорогие братья и сестры, я очень рад, что многие священники сегодня, разные конфессии сегодня вместе, благодарности Богу, переживают именно силу воскресения. Знаете, на Руси говорят так, «Каков Бог, таков приход». Слышали, наверное, да, это? И если священнослужитель, если пастор, если епископы, если батюшки разных конфессий в динаминации переживают воскресение Христа в своей жизни, если действительно являемся мы свидетелями воскресения Христа, то и люди, идущие за нами, они будут не слепы, они будут узнать, куда идти. Друзья мои, и есть один православный Воскресенье Христа, и есть один православный Воскресенье Христово, иди же, поклонимся святому Господу Иисусу, Единому, безгрешному. Тебе мы уклоняемся, Христос, и Святое Воскресенье Твое прославляем, ибо Ты Бог наш. Кроме Тебя другого не знаем, имя Твое прославляем, придите все верные, поклонимся святому Христову Воскресенью, ибо пришла через Хрест радость всему миру. Сердком прославляем имя Господа, палем о Воскресенье Его, распятие претерпев, Он смертью смерть победил. Воскрес Иисусе Зеленый, как Он и предсказал, подарить нам жизнь вечную, во великой своей тиллости. Христос Воскрес! Воскрес! Вы знаете, очень часто это проскальное приветствие, оно как традиция, красивая, добрая традиция, но очень хочется, чтобы люди действительно переживали воскресенье в своей жизни, чтобы не только это было красиво приветствие в Пасхане. Знаете ли, Пасха это не просто красный календаря, это действительно Христос Воскресший. И знаете, друзья мои, я хочу поделиться таким свидетельствам о воскресенье в своей жизни. Это было в 2003 году, когда я был с рулем автомобиля, и я попал в аварию. Я сбил подростка, это была, ну, очень такая, тяжелая ситуация. И, знаете, мальчик был без признаков жизни, но молился, я с этого мальчика просто вопил Богу. Знаете, те, кто попадал в какие-то такие происшествия, те, наверное, не понимают уже, я был в стрессе в Богу. И просто молился в Богу. И знаете, как я сказал, был милостив, был милостив к этому мальчику в огне, и мальчик поднялся. Он признаки жизни стал подавать, стал подниматься, но он был очень сильно поломан, он был разбит, и у него сзади голова была, знаете, так вот арбуз треснувший, в пользу тебя прошли сюда, я бы сказал, есть подробности, но вот такое описание. И знаете, что произошло? Когда приехала скорая помощь, это было в Сумской области, я ехал как раз с пролевца, значит, через пролевец, с Киева. И, знаете, друзья, так получилось, что врач посмотрел на мальчика и сказал, что рано не себе стимой жизни, и сказал, что прятал мы живем. Но я бы понимал так, что если Господь сейчас поднял его на дороге, то хотя у меня были мысли, наверное, может быть, это было бы смех, потому что был обморок глубокий, но думаю, если бы он поднял такие его на дороге сейчас, то это не для того, чтобы он умер где-то на дороге сейчас, он будет жить. Неябой день был этот, знаете. И я просто был бы удивлен вот этому чуду. Но когда уже в милиции, будучи через некоторое время, в этом же королевце, он следователь в кабинете, и, с моих слов, когда все было записано, это происшествие, то пришел врач скорой помощи, и он, значит, говорил следователю, что, знаете, что-то в лекарстве, что-то вообще никакая, не может быть, говорит, мальчик полностью здоровый, полностью целый. То есть, там буквально за 10-15 минут, пока его везли, вот следственное происшествие в райцентр, в королеве, каким-то образом он исцелился полностью. То есть, ему череп взросся, круг кожа спрослась, как будто не давалось никогда, стать в этом враче просто в недоувении. А потом еще хирург, он был тоже и меньшим ребенком, даже не большим, потому что когда мальчика разделили, когда его осмотрел хирург, объяснили, что привезли с ДТП, и одежда свидетельствовала, что на самом деле и кровь на нем была, но кровь, когда смыли, ничего не обнаружили, голова отца, тело, как будто не ломалось. Знаете, и потом произошло следующее, ему делали снимки, тело чистое, не травмировано, делали снимки, снимки показали, что кровь стивоцеда, внутренность стивоцеда, это была фантастика просто для них, и особенно хирурга, потому что хирург этого мальчика узнал, и он вспомнил, что этот мальчик у них лежал в хирургии уже с переломом когда-то. И мальчик сказал, да, это был он, он бежал в хирургии, что все сажилось в первый раз, он уже ходил в школу, уже гонял снова на мотоцикл, а я не сказал, что мальчиком был школьник, подросток, и он был на мотоцикле, на трассу покататься, если на рост под другой, и вот это такое произошло. И, друзья, конечно, хирург был очень сильно удивлен, потому что не только следы от новых переломов исчезли тогда, но и след от старого перелома исчез. А следователь, врач пояснял, что в плане присутствует, я нам присутствовал просто. И они знают, что батюшка, я, вот что-то надо подряд сказать, и, вы знаете, врач сказал, что так бы хорошо, чтобы не зажило вот тогда, перелома, но на стенке обязательно след от старого перелома должен будет присутствовать. Такого не бывает, что зажило, и стих просто осталось без следа. И поэтому врач был, который был в виду менее хирург. Кстати, в хирург недавно, прошла уже вечность. Вот, я надеюсь, что он практически покаялся, так как он был неверующим человеком, но он был свидетелем этого чуда. И другие люди, милиционеры, допустим, там Сергея Шкурова, там медлица, он уже пришел в подставку, он уже на пенсии. Вот, тогда он был в действующем офицером. Если познакомиться тогда с этим человеком интересным, он был тоже свидетелем этого всего происшествия. Он был очень сильно тронут. И что получилось? Мы встречались обратно. Я был, опять, за рулем машины. Мы вернулись в Киев. Время уже было позднее. Мы не поехали дальше в Россию, как мы наберевались ехать. Это было в пятницу всё. Накануне субботы, которая в традиции православной называется Лазарев. Субботой. Календарь православным немного отличается, чуть-чуть. От католического. Но не скажем Лазарева. Суббота, да? Поскольку я понимаю, в римской традиции. И именно как раз напоминается это совершение праведного Лазарева. И что интересно. Когда я ехал обратно. И со мной была моя суббота. И наши пятеро детей. Наши шестеро детей, это было пятеро. И мы возвращались обратно. И знаете, что произошло? Я слышал голос. Я нормальный человек. Я не слышал голосов. Знаете, и я не псих какой-то, чтобы начать, знаете, говорить им, что я в глазах не слышу. Но я вроде не слышал. Уже не помню, господи. Уже после вечера я слышал голос, который говорил мне. Говорил три раза одно и то же. И самое интересное. Это было громко. Слышно, но субботом они субботом рядом со мной. И она не слышала ничего. Знаете, дети прямали в машине. Вот. Но, оказывается, только один я слышал голос. Хотя и можно его слышать тоже. И голос спрашивал меня три раза одно тоже. Ты это видел? Я не помню ничего друг другу, но говорил так, Господи. Я понимал, что это Господь. Я это понял так. И я говорил, да, Господи. И так три раза было. А после того, как третий раз этот голос сказал, мне опять вопрос задал. Тот же самый голос очень громко стал говорить следующее. Вот так будет и с этим. И все. Я, может, еще и скажу. Вот за что Груза поправдал, как говорится. Что слышал, кто и сказал. И знаете, интересно очень. Когда я ехал дальше, уже не было голоса. Я просто... Это были мои мысли. Но это было как раз из Писания. Из Евангелия от Иоанна. Это было как раз вот местописание, что я назвал раньше. 11 глава 25 стих Иоанна. Где сказано. Я есть воскресенье. В 50-х раз. В одно и то же. Вы знаете, как вспоминалось на Зоеве. Воспоминание одного и того же текста Писания. Я есть воскресенье. А дальше идет. Я есть воскресенье и жизнь. И потом. И верующий в меня. И дальше смотрел. И до самого Киева. Пока не вехал уже город. Это вспоминание текста, который продолжалось. И знаете. Потом еще. Я был разумел, что это не просунуло Лазарево. Это было особым знаком. Знаете. Я беру воскресенье церкви. Я беру в то, что сила воскресенье Христа. Она в церкви Христовой. В церкви Христовой. И даже если церковь Христовой. В других тяжелых ситуациях бывает. И люди. Номинальные. Чтобы называть себя христианами. То у Господа. Есть сила. Даже искреннее. Возьмите Абрама. Он может номинальное христианство сделать. Настоящее христианство. Номинальное христианство сделать. Настоящее христианство. А те, которые устули. Духовно вздремали. Пробудить. Он. Как сказано апостолом. Он было. Встань спящим. Воскресенье из мертвых. И освятить тебя Христос. Друзья. И пасха. Терномическое глаголе. В гостинице. Материчество. Как раз. Опять. Захвала. С еврейским. Да. С пасхой. То есть. Мы вспоминаем. Великий Весход. И царство. Египетского народа Божьего. И Господь сегодня. Он выводит нас. Из грехов наших. Из гробов наших. Из наших Египтов. Из наших Египтов выводит. Я хочу вас благострелить. Я попрошу. Вот. Талия. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок